Поговорим немного о смачиваемости. Смачиваемость это введение к капиллярным явлениям. Посмотрите, мы говорили уже о том, что когда жидкость на границе жидкости и газа, взаимодействие с газом можно не учитывать, потому что в жидкости силы взаимодействия намного сильнее, чем взаимодействие жидкости с газом. Но когда жидкость находится на твердой какой-то подставке, капле например на столе, тогда взаимодействие с твердым веществом не учитывать нельзя, потому что там взаимодействия могут быть достаточно сильными. И вот вы наверное часто видели, что капля воды растекается по столу, как в первом рисунке вот здесь. А иногда на жирной поверхности или на капустном листе капля воды выглядит как такой шарик. Почему это происходит? В первом случае вода хорошо смачивает стол. Во втором случае вода плохо смачивает капустный лист. Давайте подумаем, из-за чего это происходит. В первом случае силы взаимодействия между молекулами жидкости и молекулами твердого тела, вот здесь где-то на границе, здесь эти силы взаимодействия, они достаточно сильны и даже может быть сильнее, чем силы взаимодействия между молекулами жидкости самим по себе. То есть представьте себе, вот твердое вещество, вот на ней такая какая-нибудь капля стоит. Вы только что ее налили. Молекула вот здесь чувствует очень хорошо, молекулы в твердом веществе. Даже может быть сильнее, чем она чувствует молекулы в жидкости, которые вокруг нее. И эта молекула в твердом веществе, молекулы в твердом веществе, ее сильнее притягивают. Поэтому, да, она будет чувствовать силу сюда, и форма капли тогда будет изменяться, ну вот в такую сторону, да, капля станет шире, прижмется больше, сильнее прижмется и так далее, да. Капля растечется по поверхности твердого тела тогда, когда силы взаимодействия между жидкостью и твердым телом, между моих молекулами, сильнее, чем силы взаимодействия между молекулами жидкости сами по себе. Да, и в зависимости от вот этих сил капля будет принимать разные формы. А потом представьте, что мы переключили, переключили свое тело твердое, оно стало другим, вдруг, ну магически как-нибудь, из стола оно превратилось в капустный лист, тогда силой взаимодействия вода вдруг перестает чувствовать, вот эта молекула воды вдруг перестает чувствовать молекулу твердого тела, да. И тогда капля хочет принимать другое состояние, она хочет принимать более округлое положение, так, чтобы быть, выглядеть примерно вот так, вот так, чтобы минимально соприкасаться с этим твердым телом, да, то есть она чувствует молекулы воды, которые притягивают ее, как мы говорили, от поверхности внутрь, и она пытается сделать себя сферической формой. У меня сфера не очень получилась, но в принципе сферической формой, да, то есть тогда сила поверхностного натяжения как бы побеждает силу притяжения к твердому веществу, да. Здесь вот маленький кусочек будет, конечно, какой-то, где капля смачивает эту поверхность, потому что все-таки сила гравитации действует на все молекулы этой капли, но она будет смачивать ее намного хуже. И вот такое явление, как смачиваемость, можно характеризовать даже количественно, а именно это можно сделать, измерив так называемый краевой угол, угол между касательной к капле в самом краю ее, где она прижимается к жидкости, к твердому телу, и твердым телом, то есть вот это здесь краевой угол, а здесь во втором рисунке вот это будет краевой угол, да, вот такой большой краевой угол. Если краевой угол маленький, значит капля растекается по твердому телу, и значит она хорошо смачивает твердое тело, да, как в первом случае, вот здесь. А если краевой угол большой, как во втором случае, то тогда это значит, что капля не растекается по твердому телу и плохо смачивает эту твердую поверхность.